Из Луганска в Харьков эвакуировали университет. Приучить коллег вызвался ХНАО. Также подключились ЗОВИД Академия и ХНТУ. Мы по специальностям, где какие специальности готовят, там и мы туда подключаемся. Всего у нас занимается 161, ну и где-то 320 зарегистрировано, которые по консультациям дома проходят, занимаются дома. Ну здесь в общежитиях живет 161 человек. Расселили ребят и преподаватели по различным общежитиям трех харьковских вузов. Жильцы признаются, условия может быть и не самые лучшие, зато тихо и спокойно. Ну замечательно. Мне кажется, здесь намного лучше, безопаснее. Правительство наше делает все для того, чтобы мы дальше учились, получали дипломы. Кстати, именно из-за диплома многие в Харьков и переезжают. Перспектива получить дипломы несуществующего государства студентов не очень устраивает. Первый месяц я училась в октябрь, была в Луганске на занятиях. Нас в группе 5-6 человек. Очень холодно. Дом, что я снимаю в Луганске, тоже ни света, ни воды. Как бы жить невыносимо было. Тоже узнала в интернете, что можно сюда перевестись, подать документы. Тоже я на бюджете там училась, сюда разрешили на бюджет. Ну я решила. Что же, переживаю за диплом. Во-первых, страшно. Страшно добираться. Страшно там жить. Жить там вообще невозможно. Там нет воды и света. Ну и как-то перспективы меня не привлекают. Перспективы в смысле? Ну что я в конце получу? Я не знаю, какой у меня будет диплом, чем я буду, я не знаю. А что обещали? Ну, как говорили мне о том, что ректор говорил, обещал. Сначала говорил о том, что будут российские дипломы, потом сказали, что российского образца с печатью ЛНР или что-то. Ну в общем, никто не знает. Единственная фраза, постоянно звучала, не беспокойтесь, будут нормальные дипломы. А кто их выдаст, не знает. Лекции преподаватели читают студентам пока чуть ли не в частном порядке. Сформировать полноценные группы пока невозможно. В одной аудитории и третьей, и пятой курсы. Среди них и Григорий, первый студент, который переехал в Харьков из Луганска. Рассказывает, выбраться из города проблематично. Ему настойчиво предлагали остаться. Уверяли, что все нормализуется. Но парень отказался. Конечно, нет. Я же гражданин Украины, я патриот, а не, так сказать, непонятно кто. Мы-то с вами жители одной страны, правильно. Ну а у нас в нашей республике, которая никем не утверждена. Как можно там существовать? Я думаю, что, ну я бы сказал, может даже сто процентов. Но я не вижу здесь людей, которые бы были не патриоты. Это было первое, я думаю, самое главное. Все, кто был в других взглядах, они там остались. Мы видели сегодня не так много приезжающих студентов. Почему? Потому что они оказались заложниками ситуации, которая сейчас сложилась в Луганской области. Их родители, их бабушки и дедушки, которые каким-то образом всегда материально поддерживали, сейчас оказались на грани выживания. Полгода никто не получает там ни зарплат, ни пенсии. Поэтому вопросы и сложности финансового характера отражаются на количестве студентов, которые пребывают в Харьков. Условиями обучения студенты довольны. Постепенно обживаются в новом помещении, которое им выделил Харьковский вуз. Здесь у нас седьмая аудитория, здесь у нас будет деканат. Это будет деканат, вот здесь два помещения, деканат и преподавательская. Ну, буквально у нас в понедельник состоялся переезд по новому нашему адресу, проспект 50-леткого КСМ, 57, где нам выделено более 20 аудиторий. Среди них у нас семь деканатов, у нас есть преподавательские и есть аудитории для практических занятий и для лекционных занятий. Студенты говорят, что более цивильно, чем у нас. То есть в корпусе порядок, ремонт у нас как-то не так. На данный момент руководство Луганского университета делает первые шаги в налаживании контактов с местными властями. Пытаются разобраться с процедурой присвоения статуса переселенцев, открыть счет вуза, чтобы студенты и преподаватели наконец-то могли получить зарплаты и стипендии, которые не начислялись им уже более полугода.